МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Борисович, как, по Вашим оценкам, прошел нынешний археологический сезон? По большому счету, каждый сезон несет всегда что-то новое. Даже если в течение сезона работ было не так много, все равно, поскольку наука у нас крайне специфическая, в любом случае, каждый сезон какие-то новые интересные открытия мы совершаем. Бывает так, что сезон очень плотный, очень много работы, работаешь, 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 что-то там, но материал не так много. Бывает, наоборот, работы мало, но какие-то находки очень интересные находятся. В любом случае, каждый сезон дает нам новые и новые открытия. А где в этом году проводились исследования и раскопки? Работы в этом сезоне проводились... Ну, начнем с того, что все-таки археология – это не только раскопки, но помимо этого, это еще и поиск тех самых памятников, которые впоследствии уже исследуются. И более того, археология – это не только памятники, которые исследуются раскопками, потому что помимо этого исследуются и объекты наскального искусства, памятники древней письменности и прочее, прочее. В этом году исследования проводились на многих территориях нашей республики. Все это проводилось в рамках, в первую очередь, международной научной деятельности нашего института. И это был целый ряд проектов с нашими иностранными коллегами, которые, собственно, эти проекты начались у нас с начала мая. И вот с начала мая мы практически каждый день в поле и новые-новые работы проводим. А какой интерес преследовали ваши иностранные коллеги? Интерес иностранных коллег, он, конечно, разнится от проекта к проекту, но в целом всегда это практически одно и то же. Это то, чем занимаемся мы здесь. То есть это в целом изучение истории, изучение исторических процессов. Нужно просто понимать, что вот эти границы, они в какой-то мере, вот в историческом контексте, они эфемерны. А исторические процессы, древние, они происходили здесь повсеместно. И в какой-то момент государство занимало там одни, так сказать, географические границы. В какой-то момент другие эти границы. И поэтому изучение вот этой общей истории, она дает нам понимание в целом того, как человек, как человеческое общество шло по вот этому тернистому пути развития. И каким образом мы пришли от вот этих вот людей, которые там убивали мамонта и кушали его, да, руками, до сегодняшних дней. А какова была цель данных исследований? Вы целенаправленно ехали в те места, зная, что там есть что-то ценное? Первый проект, который у нас был реализован нашим институтом, это был проект по изучению древних памятников письменности. На территории Хакасии в древности, начиная с 5-6 века нашей эры, возникла своя собственная письменность. В это время здесь было государство. По сути, для нашей территории это первое настоящее полноценное государство. Оно сложилось где-то к 5-6 как раз таки. И как один тоже из признаков государства, конечно, это была еще и письменность. И вот в это же время здесь возникла своя совершенно самобытная письменность. Это так называемая архонно-енесейская ироническая письменность. Вот изучением памятников этой письменности древней занимается у нас начальник сектора археологии Юрий Николаевич Есин совместно с нашим коллегой с университета Осаки, города Осаки, Япония, профессора Такаши Асава. Совместно они уже многие годы у нас занимаются поиском, выявлением и, что самое главное, естественно, расшифровкой и переводом древних памятников письменности. Для нашей территории, поскольку это кочевники, либо полукочевники, в общем-то скотоводы, хозяйство мобильное у них, у них не было такой задачи изначально создавать письменность. И поэтому то, что она в целом была таки создана, говорит, во-первых, о высоком уровне развития общества, о том, что действительно это было настоящее мощное государство, это было государство енисейских кыргызов. И эти свидетельства письменные дают нам огромное количество информации, которые мы почерпнуть, исследуя только памятники археологии, то есть копая курганы, скажем, мы не можем. И в этом плане это действительно очень большая веха в исследовании именно памятников древней письменности. В результате проведенных исследований удалось ли найти что-то интересное, возможно сделать открытие? Вот в этом году, пожалуй, можно отметить одно открытие, действительно крайне интересное и для археологов, и для общих широких кругов общественности. Это открытие наших коллег из Санкт-Петербурга, из Института истории и материальной культуры Российской Академии Наук. На могильнике Красный Камень, около одноименного села, они исследовали курган эпохи Ранней Бронзы. И вот там, в одном из погребений, которое, между прочим, было ограблено, погребение было ограблено, но ограблению подверглась верхняя часть только захоронения, а район ног остался непотревожен. Так вот, там был найден набор бронзовых украшений одежды. Это эпоха ранней бронзы. То есть подразвивается, уже само название подразвивает, что люди только начали осваивать металл, и понятно, что металл на тот момент достаточно высокую цену имел. Здесь же у нас в погребении огромное количество материала, именно меди, бронзы, совершенно шикарные. И сделаны были сразу же выводы, ну, так сказать, они, конечно же, предварительные, да, и скорее несут такую популистскую направленность, да, о том, что, возможно, это захоронение шамана, либо жреца какого-то. Но в любом случае, пожалуй, на сегодняшний момент, это самая большая находка по количеству, по объему металла вот в погребении ранней бронзы. А это для нас, для археологов, да, для историков, открывается всем по-новому страницу древней истории окуньской культуры. Раньше мы думали, ну да, у них там что-то там небольшое, да, есть из металла, там немного предметов, где-то ножички, где-то что-то какие-то маленькие украшения. А тут прям целый комплект. Петр Борисович, накануне вы проводили круглый стол по итогам нынешнего сезона. Мои коллеги подготовили сюжет на эту тему. Давайте ненадолго прервемся и посмотрим его. Большие археологические раскопки в республике стартовали в начале лета на двух объектах рядом с деревнями Оршаново и Красный Камень. В первом случае специалисты изучают курганы, которые попадают в зону угольных разработок. Во втором планово исследуют могильники окуньской культуры в рамках экспедиции «Тайны древних художников Сибири». Возраст этого погребального места свыше 4 тысяч лет. Ну и одна из интриг этого кургана, кто же был захоронен в центральной могиле, потому что здесь первоначальное захоронение оказалось ограблено и на его место был похоронен другой человек, причем не в Окуневской позе, а совершенно необычно, на левом боку, скорчено. У нас есть предположение, что здесь был похоронен человек следующий, андроновской культуры. Они как бы утверждали свое право на владение этой землей. А в центре, уверены эксперты, была упокоена молодая женщина и скорее всего жрица. Обнаруженные украшения, в том числе ожерелья из 54 бронзовых бляшек, для этой эпохи бесценно. Вещь явно не рядовая, иначе бы уже нашли. У нас все-таки раскопано порядка 64 курганов, вот у них здесь сейчас. То есть находка не рядовая. Еще я очень надеюсь, что сейчас мы увидим это в Санкт-Петербург на реставрацию, что все-таки какие-то могут быть изображения еще на этих бляшках. Потому что степень коррогированности очень высокая, и если там есть какие-то гравировочки, мы этого сейчас даже не увидим. Часть из представленных находок, а это различные ножи, горшки и чаши, участники встречи смогли увидеть сегодня. В ближайшее время предметы с многовековым прошлым должны быть отправлены на дальнейшее изучение. С моей точки зрения, это, конечно, несомненно, хороший уровень сенсации. Это поразительно. Можно вас смело поздравить. Я надеюсь, что интереснейшая, так сказать, публикация, и не одна, последует. Специалисты говорят, пока итоги подводятся, только предварительный археологический сезон в Хакасии еще не закончен. Не исключено, что там, где раскопки продолжаются, искатели древности смогут найти еще что-нибудь интересное. Петр Борисович, продолжим наш разговор. Как прозвучало в сюжете, ваши коллеги обнаружили уникальные детали костюма на территории республики. А сможем ли мы увидеть их в музее, то есть простые жители? Сейчас, безусловно, все находки, которые совершили наши питерские коллеги, они, безусловно, пополнят фонды нашего музея. И, надеюсь, в дальнейшем увидеть их также и в экспозиции. Потому что, еще раз повторюсь, абсолютно все держать на витринах невозможно, просто физически невозможно. Поэтому большая часть коллекции, она хранится в фондохранилище, то есть, скажем, в коробках, в ящиках специальных оборудованных, где специальные поддерживаются условия влажностного режима, температурного и так далее. Они хранятся там, и часть из них выставляется в экспозициях. Вот я надеюсь, что со временем вот эти находки, которые были совершены, они у нас в экспозиции появятся. Но до этого момента обязательно проделать реставрацию их. Потому что предметы древние. Это изделия из металла. Металл, как известно, со временем теряет свои свойства, корродирует. Так и здесь. У нас эти изделия, которые были изъяты из земли, они уже были подвержены патинизации, то есть бронза уже окислилась. И, естественно, после изъятия из земли этот процесс несколько ускорился. Поэтому сейчас самая важная, самая срочная задача, собственно, наши питерские коллеги подготавливают коллекцию к этому. Ее сейчас увезут в Санкт-Петербург, и профессиональные реставраторы будут заниматься ее консервацией, чтобы она не пострадала дальше. И потом, после этого, будет это все передано в Абаканский музей, скорее всего так. Раскопки на территории республики проводятся каждый год. А вообще много ли у нас еще мест, которые представляют действительно неподдельный интерес у археологов? И реально ли сделать сегодня еще какое-то открытие? Можно сказать, что степень исследованности памятников археологии нашей республики, я думаю, составляет не больше 1%. То есть доля исследованных памятников. Причем это я так, наверное, преувеличиваю достижения археологов, говоря 1%. На самом деле, можно сказать, мы только в самом-самом начале пути. Петр Борисович, а какова сфера ваших научных интересов? Что вам больше нравится изучать, копать? Да, конечно, есть своя тема научная. Тема – это изучение древней металлургии нашего региона. Регион наш очень интересен в этом отношении, потому что он выделяется огромным количеством легко доступных залежей полезных ископаемых, то есть как железной руды, так и медной руды, в огромных количествах. Причем с медью даже ситуация еще проще. Если железо, оно в той или иной степени, в принципе, по всей территории планеты, ну вот можно найти, да, то с медью не так. Медь все-таки дислоцируется в определенных местах. Есть места, где меди вообще, например, нету, да, ее не найдешь, только можно там привезти откуда-то. На территории Хакасии огромное количество меди. И также очень важно, она идет очень часто в составе с мышьяком естественным, а мышьяк – это легирующий состав. То есть у нас медь, которую мы берем из наших руд, она уже, по сути, бронзой является. Понимаете, это крайне важно. То есть это для металлургии, то есть получается, что нам не нужно делать дополнительно вот процесс, так сказать, ну, создания сплава. У нас он уже в готовом виде, по сути. И этим древние пользовались, безусловно, и металлургия нашей территории, она была развита крайне высоко, и очень важно это показать, продемонстрировать, рассказать об этом нашим коллегам, там, так сказать, по всему миру, потому что это все очередная, так сказать, очередная песчинка в этой огромной мозаике исторических процессов на всей территории Евразии. Поэтому крайне важно. В Хакнияли сегодня работает сразу несколько археологов, если быть точным, четыре. У каждого из них своя сфера интересов? Да, безусловно. В нашем институте, в секторе археологии, трудятся четыре человека, да, это вот ваш покорный слуга, это начальник нашего сектора Юрий Николаевич Есин, это старший научный сотрудник нашего сектора Ольга Тальна Ковалева и научный сотрудник Алексей Валентинович Ептышев. И, конечно, у каждого свои сферы интересов. Значит, у нашего начальника сектора Юрия Николаевича Есина, да, это на текущий момент интересы, он изучает вопросы древнейшего транспорта на территории Минусинской котловины. То есть это древние повозки, это древнейшие всадники, вот это его сфера интересов. Мой научный интерес, как я уже озвучил, это металлургия, да, и мы занимаемся тоже в очень тесном контакте с иностранными исследователями. Ольга Витальевна Ковалева занимается вопросами изучения искусства, искусства мелких форм, то есть, в частности, это речь идет о изделии из бронзы. Тагарская археологическая культура, это наша самая знаменитая культура, это курганы, большая часть курганов в Хакасии, это тагарские курганы, да, и огромное количество металла производили тагарцы, и много очень изделий именно искусств, художественных бронз. Вот так вот, художественной бронзами занимается Ольга Витальевна, и в последнее время она еще очень активно занимается изучениями древних поселений. И наш относительно молодой исследователь Алексей Валентинович Ептышев, он избрал своей научной темой крайне важную задачу, и по этой задаче сейчас активно работает. Это выявление и постановка на учет памятников археологии, которые подвергаются разрушению. Очень много таких случаев по республике, вот он целенаправленно изучает, смотрит, где памятники разрушаются, ставят эти памятники на учет, для чего это нужно. Для того, что пока памятник на учет не поставлен, ну, так сказать, государство за него не в полной мере ответственно, и, скажем, получить какое-либо финансирование на то, чтобы его защитить, сохранить, то есть, ну, невозможно в принципе. Поэтому работа по паспортизации памятника – это крайне важная задача. Вот Алексей Валентинович у нас этим активно занимается. Петр Борисович, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова